Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Приветствую всех, братья и сестры, и приглашаю 19 августа, воскресенье, всех вас на собор, Преображенский собор, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Я архиепископом, который я являюсь. И на соборе мы будем молиться о преображении народов, преображении наших стран, преображении церквей, преображении жизни каждого из нас. Слава Христу! Приглашаю верующих разных конфессий, разных деноминаций. Это будет воскресенье, мы проведем и Божественную Литургию, Хлебопреломление, Евхаристия, Интерн Комьюнион, то есть причастие, как и на предыдущих всех наших соборах, причастие совместное от одного тела, одной крови Иисуса Христа. Потому что действительно, хотя разные конфессии, разные деноминации, разные церкви, но по сути церковь Иисуса Христа, она одна. Всевозможные религиозно-политические наши деления, это чисто человеческие наши земные такие деления, они не могут никогда закрыть Царство Божье, они не смогут никогда закрыть Духа Святаго от нас и друг от друга. Дух Святой, Он дышит, где хочет. И Церковь Иисуса Христа, она одна. Иисус Христос действительно глава Церкви. И в таком не очень дружном, к сожалению, организме, теле Иисуса Христа современном, но все возвращается, приходит в норму, возвращается к основанию, возвращается к здравому смыслу, возвращается к первоначальному Божьему проекту Божественному. И это очень радует, слава Господу. И сегодня все больше и больше христиан, верующих разных направлений, разных ветвей христианства, многоветвистов такого древа, разных теологий, идеологий, разных доктрин, но понимают, что в действительности один Господь, один Бог наш, один Дух Святой, а кто Духа Христова не имеет, тот и не Его, как бы Он ни родился, как бы Он ни назывался. Да, друзья мои. И поэтому Преображенский Собор этот, он будет также вновь нас объединять, а вот в этом собрании будем объединяться вокруг нашего Господа Иисуса, потому что Он не только в нас, верующих, проживает, в наших сердцах, но в наших судьбах, но и среди нас, когда мы во имя Его действуем, во имя Его собираемся, даже если двое или трое во имя Его собираемся, Господь говорит, я посреди уже вас. Слава Господу Христу! Да благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир, во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Тулы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам шалом. Да, и воскресенье, 19 августа, я уже говорил, да, значит, в 9.00 начало, как обычно, литургии нашей, а затем заседания соборные начнутся. Это в Киеве, в центре города, прямо возле станции метро Куловская, улица Леонида Первомайского, 6. Вход через проходную и лифтом поднимайтесь на 4 этаж. Да, там будут проходить и литургия, и заседания соборные сразу же после завершения божественной литургии. Или во время прямо, это все будет одним, одним блоком, будем так говорить, одним течением. Слава Христу, все с Богом, шалом!